да за представляешь что это это у них босс были более дурака сука что ты блять удумала черт все блять покажу нахуй не похудар даже блять безбродни мне вообще насрадили у меня есть меч охуенная эпоха смотри оп 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 че делаем че делаем вот опять закрутился а я думаю чего это такое я сразу-то не понял окей окей ну вот покрутился и хватит врачи дурачу говорит я ваху из них и ты это поосторожнее а то у меня блять это вторая жизнь как бы убьешь меня погоди погоди к так у меня конечно еды нету часа тем более у сейчас я все и стратил уже эликсиры пацаны антидот белый мед стоп держать о сайте почему не используют рядом почему это не использую получение адреналина токсичность а что дает и не раз очков адреналина у меня тут стоит ласточка регенерация это нормально сила атаки это тоже четко вот кошку убираем просто сейчас нам не надо блять как вы не можете они блять охуенно вообще спасибо неясыть неясыть там что дает посмотри о ну хорошо хорошо все все пацаны главное просто не умереть я сегодня просто хочу сразу все пройти до без вот этих вот блять поражение так сказать без блять а без всякой хуйни просто вот так оп и победить так же можно сделать да я надеюсь ну бы остается вообще чуть-чуть быть его порубить блять и все так вот хп блять как мне восстановить сейчас у меня оно снижается все почему-то из-за интоксикации или че блять ведьмак пожалуйста давай все несколько ударов и он подохнет о давай блять ну пиздец че за говно я щас померу я умираю алло а у меня еще чего блять реально что ли а как у меня 3хп блять блять ну я даже так не справился да походу блять а а что блять ну давай уже блять падай на колени в юбок тут я сейчас не поняла там должен был быть последний удар чтобы он наконец-то уже умер да и все но я почему-то не успел чё к чему опять а вот ладно пацаны я бы сейчас быстро пройдем тогда я не знаю у меня почему-то и хп снималась все это было я не понимаю то ли я опять же что-то употребил не то то ли чё может мне я сеть повлияла хотела наоборот а погоди восстановление энергии это значит что то есть его тратить мое здоровье ради энергии что потому что он такое может быть высокие ладно поехали не надо далее 4 а я же еще не использую опять же я не использую пацаны кое-что смотри-ка погоди а чё чё к чему а чё к чему вообще сейчас такое происходит погоди так уме блять ёб твою я просто я думал они у меня забрали все тут смотрю меня все есть все равно юма так чё тогда мне так это же лучше правильно но все лучшее стоит дочка это это не о чем окей понял а давайте разберемся уже до эпохи тогда уж вообще поебать братья с броневой на хуй дня кухой эбош 빗уна 1 2 вы так что-то еще хотел опять забыл а вот вспомнил у меня даже бомбу еще есть охуеть откуда-то опять появились хорошо 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 пацаны молодцы 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 хорошо хорошо блять самый самых поля тема кута 2 ебашит вообще красава блять вот и просто красавец молодца сейчас мы тебя на креста объем и чтобы ты не выебался блять уже да и все это совсем озверел погоди так у меня же три здоровья три здоровья было а тут чё все истратил уже что или что как это вообще работает то у меня несколько здоровья здоровьев я не знаю даже как сказать несколько жизней короче да у меня было точно две две типа попытки чтобы как раз таки одолеть ну вы поняли да тут у меня первая кончается эта полоска хп начинается 2 сейчас была еще и третья но видимо потому что у меня нету брони или чё хер поймешь короче пацаны я не знаю муж реально лучше голым бы исправиться я не знаю что делать надо поосторожнее понимаю мне хочется быстрее потому что слишком уж что-то затянулось это все часов конечно обалдеть и мы с вами проходим длс это скорее всего и за это там какой как он называется это красное вино или чё я не помню точно но есть есть берутся да с вами еще основной не прошли уже очень вашим как в эпоху а как бы и нет так то вроде даже и тем интересно кстати реально реально интересно так пусть а стоит с господином блянущаяся паса сейчас уже победим без проблемах и буду просто это больше думать короче башкой и все как чё делать так это пасы и блядь ты чё опять что-то вытворяют а ты умрешь нет сволочь меня достал уже блядь что он творит вообще больной лечу полудурок были хоть и бросит эту блядь это не взорвалась чем сделан богу ветра блядь или еще на сука пиздец какой-то блядь нахуй блядь я все нажимаю опять это как тебя сука ой блядь ой блядь ой все короче ложи меня надо передохнуть сейчас пацаны и так пацаны на что вы готовы к победе сука но я все я я могу я верю я верю я смогу вообще вот прям сейчас прям сейчас и все другому никак на тебе быть в ответочку на пороже тебе блядь в бою давай у него бросим еще там я вам куда опять улетел к блядь у прячется а посмотрю а вот что это такое я бы чудо какое тратится я не пойму чем прикол то вообще какой-то бред а происходит сейчас вот честно все поставил одну кошкам нет даже не восстанавливать все равно это за интоксикация происходит блядь у него и ночью лук вирус в культуру все спецустрою а вечеринку блядь сайт бей его нахуй сасамба бля уйдёте все нахуй письмо аферского купца Вернер, Фернер, Пернер, как бы тебя ни звали, недоступно моему пониманию, по какой причине благороднейший королевский чародей Амадах выбрал из всех людей на свете именно тебя в качестве проводника. Аргумент, что ты лучше знаешь, местность не выглядит для меня ни на волос убедительным, ведь Аре Альдирн имеет столько же общего средания, как зериканье с афиром, а именно ничего. Но поскольку решения благороднейшего не обсуждаются, я прошу тебя передать ему послание следующего содержания. Мы стоим лагерем неподалеку от деревни Бруновиц, по исполнению указаний, полученных при дворе его величества мы делимся нашими знаниями и товарами с местными простолюдинами. При скорби мои прогнозы насчет их интеллектуального уровня подтвердить стократно. Поэтому я вновь нижайшее прошу разрешение продвинуться дальше городским поселениям, где наши знания и опыт оценят по достоинству. С поклоном дела к Аммании какой-то, блин, хуй поймешь их, а. Ну что, вот я не знаю зачем это прочитал, я думаю что-то интересное на самом деле. Ну это вроде как связано как раз таки с нашей миссией, да. То, что сейчас вообще происходит, но что-то я даже не понял, как это связано. Типа вот этот бородач, да, который мы с вами сейчас увидели, убили уже короче, да, наказали. Это ему было передано это письмо, как я понимаю. Ну и все. А дальше что, а дальше все. А больше нам ничего не надо. Кстати, а где мы вообще находимся, вот это интересно, навигра что ли? Реально навигра, смотри, охуеть. Приплыли с вами. Тут какая-то деревня, блядь. Эээ, сука, на тебе, блядь, поебалу. Они какие-то тут это, блядь, еще уродливее, да, дурачки эти. Блядь, ну может не надо с ними сражаться, а? Время тратить. Все, пакета, короче, ребят. Я, конечно, все понимаю, блядь, вам хочется пожрать и все. О, ну-ка, чуть есть. Блядь, вы меня сейчас так доведете, а? Не, пацаны, бежим, бежим, похуй, бежим, бежим, бежим от них, блядь, уебки, сука, чего вам надо-то, а? Блядь, я б сказал, но не буду. Пристали, а, ко мне, геи вонючие, блядь, все, пацаны, лошадь, лошадь, наконец-таки, призываем. Вот кто со мной всегда, так это мой конь, блядь, да, кониха, ну, короче, лошадь моя, неповторимая, да. Вот она всегда рядом, всегда меня поддержит, всегда довезет, так что, ой, я люблю ее больше всех. Вот реально. Да и она меня любит, ну, вот это я понимаю, реальная семья. Так, ну че, это же конец этой миссии, надеюсь, все. Куда мне, блядь, а где я нахожусь-то мне? Вот сюда надо, да? Окей. Я просто думаю, туда вообще иду, нет? Тут что-то показывает как-то непонятно. Блядь, давно мы, кстати, тут не катались, да? Какой-то, что? Какой-то дополнительный квест опять? Давно мы здесь сами не ездили нигде, да? Это было только в начале. Странное, вы выбрали место для разговоров об искусстве. Любое место хорошо. Нужно только разбудить в себе вдохновение, водочкой, например. Водочкой. Может, выпьете с нами за поэзию? С удовольствием. Да давай. Только я надеюсь, ничего не будет. Ну ведьмаку похуй. В любой ситуации мы с вами разберемся. Ну, так что нормально. Господа, я мертвец Гипьян. Я нажрал сам мертвец. Да, сейчас еще поспим. Нормально. А знаете, что рифмуется со словом мертвец? Не будь так вульгарен. Что наш новый друг о тебе подумает? Лучше наливай. Нет, все, 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 ведьмак. Хватит. Пора, не пора. Иду. Ну иду, пора, наверное. Да. Я вот так срочный мастер ведьма. Нахер него. Ни это, не убежит. Хотя, в общем, ноги у него есть. Ну хорошо. Значит и хотите себя. Да, мне надо там. Спасибо. Так я не пьяный даже, блядь. Все, я думаю, сейчас меня шатать будет. Так, блин, вот бы у них это. Лучше бы еды мне дали, а? Ребята. Ясно. Ничего нету, да? Конечно, ничего нету, блядь. Блин, какая паста, ё-моё. Ладно, пацаны. Удачи вам. Спасибо. Короче, опять же, я не забыл, что нужно прочитать комментарии. Я до сих пор это помню, просто я жду, когда это закончится, чтобы, да, все-таки сделать это, блядь, перед сюжеткой. Потому что я сегодня планирую сюжеты вот это вот, прям все успеть. Так, помню, строиться с господь. Так вот тут прямо. Не рисковать собой. Короче, еду нам надо, пацаны, обязательно. Не бросай. Уже взять где-нибудь. Набор добровольную, добровольную деревенскую стражу. На взгоре буковины и завязалась какая-то черновчина. Людей скот с полей похищает. Похищают, или еще. А почему должны мы увеличить истинность доблестной нашей деревенской стражи, дабы баб, коров и ребятишек охранять. Каждый здоровый и неглупый мужчина, у которого две руки и ноги имеется, должен обратиться в главный штаб деревенской стражи, который на этой неделе в корчме в Янтре. Я надеюсь, правильно. В Янтре размещается, через неделю будет уже другой корчме. Комендант деревенской стражи Вальди Кузнец. Ну. И зачем? Уж его не читал, наверное, даже, да? Я думаю, это по заданию как-то надо. А, в полость! Я думаю, что? Надо поспать. Там какой-то опять квест, пацаны, или что-то? Вот видите, квест какой-то опять. Я не знаю. Вы же ведьмак, правда? Есть смысл? Ну, давайте. Блядь, так затянем вообще на всю Сирию. Ни в чем. Иди своей дорогой. Заткнись, Готард. Он нам помочь может. Манда-волчица хочет напасть на нашу деревню. Они Бертраму хотят отомстить. Деньку нас немного. А мы заплатим, если вы нас защитите. Угу. Очень жаль, разбирайтесь сами. Ну, блядь. Ну, я бы так сказал, конечно. Ну, за что? Ну, давай поговорим, понятно. Что она хочет тебе отомстить? За то, что я их охотникам за колдуньями выдал. С каких это пор охотники за колдуньями интересуются бандитами? Банда-волчицы деревню разоряла, а защищать нас никто не хотел. В конце концов, Бертрам к охотникам пошел защиты просить. Ну и как охотники ими занялись, стало потише. Только теперь волчица обо всем разузнала и хочет Бертрама убить. Помогите. Угу. Бертрама. Бертрама. Да похуй. Я здесь быстро же. Ну, бандиты... Блядь. Тем более. Вы бы с ними поосторожнее, сударь ведьмак. Они очень серьезные. Да, да. Ты меня видел вообще, блядь. Сука, что-то мне еще говорит, а? Так, нельзя сохранить. Пацаны. Сейчас я проверю, сколько места еще осталось, чтобы понимать. А то вдруг опять произойдет всякая херня. А я этого не хочу, пацаны. Ну и тем более, чтобы потом вам было беспроблемно смотреть это все. Так что сейчас. Погодите. Опять. Ну и что, пацаны, вы думаете? Не зря я остановил утряно. Не зря. Вот как чувствовал. Короче, сейчас немного еще места освободил. Конечно, его не так много, как я хотел бы. Да, чтобы еще записать там и час и более. Так не получится. Так что. А, давайте уже, блядь, похуй на этот квест, который мы сейчас выбрали. Поговорили, да и пошли они. Потом, может быть, не знаю. Нам сейчас это не главное, так что поебать. Так, полностью, да? То есть как? Вот так? Да? Правильно? Может, пацаны. Опа, опа, опа. Ну-ка. Блядь, не так сделал. Здесь. Где? Да ёб. Я вообще в Велине, кстати. А не в Новиграде. Уже че? А, я че приехал. В Велин, получается, да? О, все. Давай, давай, давай. Че будет? Хоть заклятир нас, а? Наложил. Болубоёк. Я знал, что ты придёшь. Я пришёл. Я пришёл. Раньше с моей помощью ты нашёл Йеннифер. Теперь ты чувствуешь, что меня надо отблагодарить. Ещё твой знак прекрасно мне об этом напоминает. Для того он и служит. Знаешь, это весьма занятно. Даже самые отпетые негодяи испытывают странную потребность отдать долг чести. Люди, эльфы, краснолюды, все расы. Ты должен мне это когда-нибудь объяснить. Ну, раз уж ты здесь, расскажи, как у тебя вышло с афирцами. Всех уебал. Убил всех, бля. Мне помог шторм, а не ты. Я ждал более явной помощи. Ты вызвал шторм? Ты че ради? Ты возникаешь ниоткуда, так же таинственно исчезаешь, вызываешь шторм. Кто ты такой? Колдун? Нет, куда там? Чарами я обрезгую. Куда больше этих дешёвых фокусов, меня интересуют настоящие людские истории. Одну такую я хочу тебе рассказать. Бля, чего он хочет от меня? Что? Эта история о подлеце с каменным сердцем. О человеке, который не хочет отдавать своих долгов. Бля, чего ты взял? Что? Вот реально, блядь, хуйню базарит. И тебе. Его имя Ольгерд фон Эверик. Ольгерд, вон, что-то знакомо, акса. Ну-ка. Что он тебе сделал? Прежде чем я это расскажу, хочу, чтобы ты уяснил одну вещь. Ведь Ольгерд фон Эверик совершенно осознанно послал тебя убить человека, которого, может быть, ещё удалось бы расколдовать. И ты был бы казнён за это, если бы не я. А знаешь, почему он это сделал? Потому что он злобный, бесчестный выродок, который питается страданиями и болью других. Чуть интереснее, что же он тебе такого сделал. Я забыл уже. Я подписал с ним договор, задействовал свои способности и связи, чтобы дать ему то, чего он пожелал. А теперь он уклоняется от уплаты задолженности. Ты хочешь, чтобы я выбил твой долг? Я не наёмный головорез. А мне не нужен головорез. Мне нужен кто-то умный и хитрый. Кто-то, кто не боится испытаний. Кто-то такой, как ты. Это что, лезть? Ну, конечно! В конце концов, я бродячий торговец. Так что могу предложить тебе много интересных вещей. Например? Благодать для тела и души. У тебя всегда будут еда и питьё в изобилии. Ты ведьмак. Так что я могу дать тебе лучшее оружие, какое только пожелаешь. Твоё тело будет ловким, как никогда. Мысли быстрее молнии. Твоя страсть очарует любую женщину. Ну я достал уже, а. Межде всего, я предлагаю тебе настоящее приключение. Заманивает чё-то. И испытаешь то, что дано пережить лишь избранным. Ну! Щедрый ты. Чё за бреды? Всё это лишь за помощь в одном маленьком дельце? А больше ты ничего от меня не хочешь? Я думал денег там, блядь. Только честности. Блядь. Сука. Какой-то это, блядь. Ну, пацаны, вот вы же знаете, да? Что-то плохое будет. Вот этого вот чувачка, так сказать. Полюбаться. Что именно они надо сделать? А что ж все твои таланты и связи? Почему ты сам с этим не разберёшься? Тут есть нюанс. По контракту, прежде чем я приду задолгом, должны быть исполнены три последних желания фон Эверика. Проблема в том, что я не могу быть их исполнителем, а лишь, как бы это назвать, консультантом. Блядь, надо было... Все! Я тебя прошу, давай. Пока. Вот лучше бы ушел уже, а? Зачем это продолжил? Заскажи мне о трех желаниях Ольгерда. Он может попросить исполнить три вещи. Но подробности мы узнаем только на месте. Все, иди, иди. Согла... Нет. Не нравится. Все это выглядит как-то мутно. Твоя помощь. Договор с Ольгердом. Эти три желания. Но ведь у тебя нет ни одного рационального повода мне не доверять. Угу. Я помог тебе, поскольку оказался в нужное время в нужном месте. Манипуляторщик, а, сука? Блядь! Очевидно, что нам стоит действовать вместе. Очевидно, блядь! А мне это совсем не очевидно. Иди со мной к Ольгерду. И ты убедишься, что ему неведомы совесть или честь. А человеческая жизнь для него игрушка. Потому-то он и натравил тебя на принца жабу. Погоди, так не меня натравили, а... Как? Блядь! Вот как её звали? А я забыл уже. Короче, девчонку с отрядом. Не я же... Я просто хотел помочь и всё. Чё к чему? Я не помогу. Видимо. Дайди себе кого-нибудь ещё. А я тебе не помощник. Не спеши решать. Ольгерт фон Эверик действительно злобный, низкий человек. Иди к нему, и ты увидишь. И что я должен увидеть? То, что заставит тебя изменить мнение. Я тебе это гарантирую. Так же, как и то, что если ты мне поможешь, то избавишься от знака. Не говоря уже о награде, которую ты можешь получить. Бля, меня прям заставляет, а? Пойти с ним. Иди. Я присоединюсь позже. Всё, пацаны. Всё. Это конец, надеюсь. Вот зря я сюда пошёл. Лучше бы потом оставил. Всё. Всё. Бросаем эту херню. Вот, блядь, зря. Это причём основные задания какие-то. Чё к чему? Чё за бред? Окей, пацаны. Подготовка к битве. Тут уже вот. Посольство какое-то ещё. Реально основное задание. А почему, блядь? Подожди. Серьёзно, что ли? Подготовка. Подготовка. Окей. Пацаны. Я не знаю, что делать. Вот, блядь, столько уже времени прошло. Я не думал, что прям вот настолько всё это затянется. Я реально не ожидал. Я думаю, что мы ещё по-быстрому оп-оп-оп. И начнём сюжетку уже, да? Типа то, что мы с вами давно уже должны преодолеть. А так и не началось это. Не дошли, так сказать. Вот только сейчас можно уже. Итак. Вот-вот. Сейчас-то разговор будет, да, один? И всё. Походу. Послушать-то успеем. Если что, варш! Если вы поможете защитить Цири от дикой охоты, император вас амнистирует. Надеюсь, мы можем тебе доверять. Надеюсь, мы можем тебе доверять. Можете. А что с Фрингильей? Не знаю. Но я поговорю с ним. Блядь, не дадут ничего сказать, ничего. Окей, слушаем, слушаем. Ага. Ага. Вы ещё как следует не поздоровались, а уже плетёте интриги? Такова наша натура. Так вот, всё могу сказать. Ваш! Проси меня, что я опять же не прочитал. Я думал, я опять же говорю, я думал, что сейчас дополнительно закончим и сразу перейдём к сюжетке. А я зачем-то ещё пошёл. Я думал, что это всё-таки приведёт к какому-то концу. А так его и не было. Так что вот. В следующий раз мы с вами продолжаем сюжетку, да, основную. То, что мы вот хотели именно. Битву, да. Уже увидеть с вами. Победить! Я надеюсь, что мы всё-таки дойдём до хэппи-энда. Всё это произойдёт, короче. Так что вот. В следующий раз мы с вами начинаем с просчитывания комментариев, да. Как я вот и обещал. Всё-таки опять же вам говорю, чтобы я всё знал, запомнил. И всё было в голове, короче. Ну и понимать, как вообще действовать, да. Если что. Если шо. Так что вот. А что с Фрингилией какой-то? А что там с Фрингилией? Рис говорила, что вы не смогли с ней связаться. Возможно, потому что она сидит скованная двимиритом в императорских застенках. По крайней мере, именно на это намекала Рита. Так что сейчас послушаем и пока что приостановимся, я думаю. Император скрыл. Я так понимаю, об этом император забыл тебе сказать. Не нравится мне это. Мы так не договаривались. Когда всё кончится, я вызову императора на честный разговор. Пойдём, все уже нас ждут. Во-во. Так, окей. Авалаха. Это опять тот её дружок Цири. Авалаха. Ага. Ну-ка. Давай-ка побазарим. Все уже здесь, мы ждали только тебя. Отплываем? Бля, вот, кстати, это сразу будет буй, да? Погоди немного, я кое о чем забыл. Погоди, не-не-не-не-не-не-не-не. Вот поэтому, кстати, надо было читать комменты. Мне нужно лучше подготовиться, а то, бля, пацаны, скорее всего, будет сразу буй там. Я что-то так думаю. Так что надо еды покупать. Если что, что-нибудь продать. Да, чтобы были деньги, если что. Ну и подготовиться как-то, я не знаю. У меня умение вообще можно там прокачивать что-нибудь. У меня уже вроде новый левел. Вот-вот. Очки умения какие-то. Так что вот, давайте на следующий раз оставим подготовочку. И уже отправимся как раз-таки на бой. Тот самый. Я, может, даже сейчас уже засниму, да? Я просто, я уже не могу ждать. Сразу вам залить, да и все. Несколько видосов подряд. Все, пацаны. Огромное вам спасибо за просмотр. Сегодня прям долго поиграли. И, в принципе, неплохо. Но было бы лучше, если бы мы сразу с вами отправились в бой, да? Самый важный, самый последний, да? Именно с боссом, да? Который, я надеюсь, будет реально захватывающий. И не забываем, не забываем, пацаны, что концовка зависит от меня тоже. Так что решение придется принимать. Нелегкие, но мы сами надеюсь. Справимся в любом случае. И все будет отлично. Короче, все, пацаны. Давайте встретимся совсем скоро. С вами был, как всегда, Некид, игра, Ведьмак 3, Дикая Охота. Концовка уже совсем скоро. Пока-пока, пацаны. Субтитры сделал DimaTorzok